Достойный труд Профсоюзов по всей Российской Федерации И в частности в нашей области Помочь узнать больше об этом Нам помогут Председатель Федерации Тверских профсоюзов Виноградова Раиса Федоровна Председатель профсоюза работников Аграрно-промышленного комплекса Саверичева Галина Ерофеевна Председатель профсоюза работников Государственных учреждений Грицук Елена Петровна И председатель профсоюза работников Образования Бородачева Татьяна Николаевна Очень символично, что именно сегодня Мы с вами знаем, что проходит день учителя День работника самой почетной и уважаемой профессии И, наверное, хочется начать с того, что Высказать от всех нас, да, друзья Поздравления в адрес представителей Этой замечательной профессии Низкий поклон за тот труд, который они осуществляют И очень хочется, чтобы все-таки Наш завтрашний день А именно завтрашний день куют педагоги Был лучше, чем день сегодняшний и вчерашний Итак, Раиса Свердна Через два дня состоится вот такая масштабная акция Которая проводится российскими профсоюзами Что вы можете сказать нам сегодня О профсоюзном движении в Тверской области О готовности его защищать права трудящихся И о тех шагах, которые будут предприняты В рамках нашего Верхневожского региона От имени профсоюзных организаций А вот лидеры региональных организаций Ну это только часть Здесь присутствуют и будут вам сегодня в этом помогать Добрый день, спасибо за предоставленную возможность Высказаться в такой В канун такого большого праздника Но немножечко истории позволю себе Что десятки миллионов членов профсоюза по всему миру Отмечают ежегодно 7 октября День действий профсоюзов за достойный труд Значит, Международная конфедерация профсоюзов Еще в седьмом году на своем съезде В 14 лет уже, да, эта акция Вот так проходит Значит, утвердили Мы приняли решение И утвердили, что Всемирный день действий за достойный труд Будет ежегодно Начиная с 2008 года Проводится 7 октября В странах Где профцентры, которые Являются членами Международной конфедерации профсоюзов Поскольку независимые профсоюзы Российской Федерации Являются таковыми Поэтому всегда под эгидой решений И, так сказать, призывов Федерации независимых профсоюзов России Проходит вот такая акция Значит, эта акция Если взять немножко, опять же, историю Она всегда проводилась в виде Демонстраций, шествий, митингов Активно С лозунгами С проводимыми вот этими Различными формами акций Ну, активно Но, учитывая, что сейчас Мы такую активную форму избрать не можем Ну, поскольку причина очевидна Риск распространения коронавируса И обстановка сама Поэтому Формы избираются любые Постановлением исполнительного комитета Значит, ФНПР Было принято решение Такую акцию провести В форме заседаний Как правило Трехсторонних комиссиях в регионах Ну, Федерация профсоюзов Федерация Тверских профсоюзов Своим постановлением От 20 сентября текущего года Приняла решение Поддержать, во-первых, эту акцию И поддержать принятое ФНПР решение И провести Формы Избрать В частности Проводимое сегодня Нами выступление Перед гражданами нашей Тверской области С обращением О том Какие избраны Лозунги Какой избран Логотип Девиз И так далее За что боролись За что борются И за что Будут бороться Профсоюзы В будущем Значит Поскольку Значит Достойный труд Сама, так сказать Формулировка Этого праздника Она Ну, должна быть Как-то немножечко Расшифрована Что такое достойный труд Опять же Это с позиции Международной организации труда Это Высокопродуктивная работа Которая гарантирует Достойную заработную плату И социальную защиту В условиях Свободы объединения Как мужчин Так и женщин Отсутствие Дискриминации Безопасности На рабочих местах И уважения К человеческому Достоинству То есть Каждый Трудящийся Должен иметь Возможность Получить работу Которая бы Обеспечила Его достойный Уровень жизни Если у вас Жители Тверского региона Если у вас Как бы Проблемы Это какие Вас лишают права Создавать и вступить В профсоюз Вас незаконно Уволили Вас заставляют Работать сверхурочно И так далее Право на отпуск И так далее Тогда Ваши права Могут защитить Прежде всего Это профсоюзы Почему? Потому что Это легитимное В соответствии с Законом Работающая Организация Главной Задачей Которой Является Защита Социальных И трудовых Прав Работников И проводимая Акция Лишний раз Тому Свидетельство Ведь Вся работа Профсоюзов Строящаяся На защите Она и Предусматривает Защиту Достойного Труда Вот если Своими словами Говорить То Все те Лозунги На протяжении Вот этих лет С 2008 Года Они всегда Содержали Именно Требования Профсоюзов По отношению К органам Власти К работодателям И так далее В защиту Интересов Прав Работников И поэтому Несмотря Ни на какие Экономические Трудности И другие Кризисные Явления И так далее Профсоюз Всегда стоит На защите Значит Она Эта тема Защиты Труда Она очень Актуальна И глобальна И значит Что я хочу Сказать Сейчас Федерация Тверских Профсоюзов Которая Насчитывает В своих Рядах 1329 Членских Организаций Более 62 тысяч Работников Профсоюза Уже В общем-то Всегда Профсоюз Осуществлял Свою работу В виде Защиты Прав Как я Еще раз Повторюсь Но И Сейчас Такая работа Ведется Велась И будет Вестись Вот в частности Самой главной Так сказать Проблемой И задачей В борьбе За защиту Прав Это является Работа По развитию Социального Партнерства В частности Вот федерация Сейчас Начала новую Практику работы По развитию Социального Партнерства Это выезды В муниципалитеты С тем Чтобы Осуществить Защиту Прав работников В частности 13 сентября Федерация Профсоюзов Тверских С участием Членских Организаций Отраслевиков Бюджетной Сферы Экономики Провели Вот такое Совещание Семинар Я считаю Что он Был полезен На самом деле Он был Ориентирован На защиту Трудовых И социальных Прав работников Бюджетной Сферы И мы Планируем В дальнейшем Проведение Таких мероприятий По разным Отраслям И в разных Муниципалитетах Сейчас Сделаем Небольшую Паузу Пусть Наши Зрители Остаются С нами Короткая Рекламная Пауза И вновь Мы в студии Пожалуйста Райс Ведов Продолжите В рамках Развития Социального Партнерства Федерация Тверских Провсоюзов Тесно Взаимодействует С органами Власти В частности С Государственной Инспекцией Труда С Федеральной ФСС И другими органами Общественной Палатой Рекламная Что работа По развитию Социального Партнерства В нашей Области Будет Значительно Повышена И в завершение Я бы хотела Призвать Жителей Тверской Области Активнее Вступать В профсоюзы Поскольку Только профсоюз Как Организация Которая наделена Таким правом По защите Которая Основана На законе О профсоюзах Сможет Защитить Права А именно Трудовые Гарантии Защитить И социальные И про социальные Гарантии В самом Заключении Я бы хотела Отметить Что девиз Вот этой акции Этого года 2001 года Избран Не случайно И он Так сказать Звучит так Что Защитим Социальные Гарантии Работников Именно так Ну что ж Татьяна Николаевна Конечно Вы как Представитель Председатель Самого крупного В Тверской области Не только в области И в России Да и в мире Профсоюза Работников Образования То есть Представители Именно Учительского Сообщества Да Вот пожалуйста Вам слово Я знаю Что у вас Организация Достаточно Уже такая Крепко стоящая На ногах Сплоченная И достаточно Активная Добрый день Уважаемые Телезрители Хочу сказать Что наша Областная Профсоюзная Организация Примет Участие В акции Проводимой Федерацией Независимых Профсоюзов России Как это было Все 14 лет Предыдущих Раньше Это называлось Дни Коллективных Действий Профсоюзов Сейчас Она носит Название За достойный Труд Защитим Социальные Права Работников Почему Мы принимаем Участие В этой акции Потому что Лозунги И требования Этой акции Это требования Нашего Профсоюза Требования Справедливой Оплаты Труда Требования Индексации Заработной Платы Охрану Труда Под жесткий Контроль Профсоюзов Все это Очень близко Вообще Профсоюзам А нашей Областной Организации В том числе И вот В рамках Этих Этой Акции Мы уже Начали Работу Буквально Четыре дня Назад Мы провели Заседание Профсоюзного Актива Области С приглашением Специалистов Начальник управления Развития Образования Министерства Образования Тверской Области Начальник управления Планирования Бухгалтерского Учета Министерства Образования Тверской Области Которые пришли К нам На профсоюзный Актив И доложили О концепции Развития Образования Тверской Области Об Абробации Реформы Системы Образования Которую Ждут И не только Тверичи Но и вообще-то Вся Россия Ждет Этого Поэтому Мы принимаем Кроме Этого Собрания Профсоюзного Актива С представителями Министерства Образования У нас Состоятся Совещания Активы В районных Организациях В этом году Мы даже Приимем Участие 6-8 Октября Две наших Делегации Два экипажа Примут участие В автопробеге Организованной В рамках Вот этой Акции Профсоюзов Она будет Проходить В Туле Организовали Эту акцию Федерация Профсоюзов Центрального Федерального Округа Вот мы Впервые Будем Не принимать Участие Можем Потом Доложить Ну а вообще Я бы хотела Остановиться В своем выступлении О том Что сегодня Вся система Образования Тверской области Активно Трудится Над реализацией Национального Проекта Образования Который Был объявлен Президентом Еще В 18 Году 7 мая И он Рассчитан До 2024 Года Глобальная Задача Национального Проекта Образования Войти в Десятку Лучших Стран Мира По качеству Образования Поскольку Все мы Понимаем Что от Качества Образования Зависит Какую Позицию Наше Государство Занимает В ряду Других Стран И вот Одним Из приоритетов Государственной Политики В вопросах Модернизации Образования Является Открытость И кардинальное Повышение Качества И доступности И основой Этих Принципов Является Государственно Общественный Механизм Управления Образованием В частности Участие Профсоюза Как самой Массовой Организации В управлении Образованием Тверской Области Я бы Хотела Сказать Что Наш Профсоюз Тверской Областной Организации Объединяет Учителей Школ Воспитателей Дошкольных Учреждений Преподавателей Двух Вузов Университета Государственного И технического Университета И 24 Организаций Среднего Профессионального Образования Общая Численность Нашей Организации 24 Тысячи Членов Профсоюза Это В общем-то Неплохая Численность И последние Лет 15 Она в общем-то Стабильна Буквально Недавно 27 сентября Наш Отраслевой Профсоюз Отметил Дату День рождения Профсоюза Дело в том Кстати Состоялся Состоялся Даже Съезд Отраслевого Профсоюза И Когда мы Подводили Итоги Что же удалось Профсоюзу За этот период Сделать То сделано Очень многое Если вспомним Что 90-е годы Были характерны Тем Что были Колоссальные Задержки По заработной Плате Вот Затем Этот период Прошел Но тем не менее Значимость Профсоюза Не Отратилась Не утратилась Наш профсоюз Добился Принятия Федерального Закона Который Восстановил Ответственность Государства За положение Школы В вопросах Стабильного Финансирования Вот До 2003 Года Отвечали За заработную Плату За положение Дел В школах Муниципалитеты Понимаете Что если Выделяются Какие-то Средства То муниципалитет Скорее потратит Их на Отопление Территорий Чем на Заработную Плату Учителей Поэтому Наш профсоюз Максимально Приложил Усилия Чтобы был Принят Федеральный Закон Который Восстанавливает Ответственность Государства За Стабильное Финансирование Мы Также Добились Что сохранена Досрочная Пенсия Сохранены Компенсационные Выплаты На Жилищно-коммунальные Услуги Значит Учителям Работникам Образования Которые Работают На Селе Сохранена Доплата Сельским Педагогам В размере 25% Вот Кажется За Вот такими Показателями Человек Вступив В профсоюз Говорит Что профсоюз Сделает А вот Каждая Строчка Из наших Действий Говорит О Целесообразности И необходимости Создания Профсоюза Сегодня Самая Главная Сверхзадача У нас Это требования Справедливой Оплаты Труда На сегодняшний день Очень больное место Этот вопрос Ждет Вся Россия Поскольку Люди С одинаковой Квалификацией С одинаковым Стажем Работы Но работающие В разных Территориях Получают Разную Заработную Плату В чем Нарушается 144 Статья Трудового Кодекса И вот Поэтому В рамках Соглашения Которое Заключено Между Министерством Просвещения Российской Федерации И нашим Отраслевым Профсоюзом Работников Образования Профсоюз Настойчиво Добивается Принятия Решений По установлению Единых Требований К оплате Труда Педагогических Работников На всей территории Российской Федерации Конечно Все равно Она будет Разная Поскольку Заработная Плата Педагогов Соизмеряется Средним Показателем По экономике Региона Но Она не будет Вот такой Резко Дифференциальной Которая Имеется Сейчас Сегодня Заработная Плата Тех регионов Которые Зарабатывают Меньше И Те У которых Максимальная Заработная Плата Разнится Зарплата В 5-6 Раз А позвольте Я вот такую Справочку Сейчас Вот по этому Поводу Зачитаю Согласно Данным Росстата На первые Три месяца 21-го Года Регионами Самыми Низкими Средними Зарплатами Учителей Являются Ингушетия 23 835 Рублей Карачаево Черкесия 25 816 Рублей Кабардино Балкария 25 831 Рубль Чечня 25 856 Рублей Северная Осетия 27 283 Рубля Тамбовская Область 27 902 Рубля Дагестан 28 317 Рублей Ивановская Область 28 336 Рублей Регионами Регионами С самыми Высокими Зарплатами Остаются Чукотка 118 072 Рубля Ямало-Ненецкий Округ 103 625 Рублей Москва Москва Лишь Третья 98 991 Рубль Сахалинская Область 95 960 Рублей Магаданская Область 90 553 Рубля Камчатский Край 79 474 Рубля По всей России Средняя Заработная Плата Учителя Составляет 45 832 Рубля Это такие цифры Но Что на самом деле На самом деле Вот Разрезы Заработной Платы Центрального Федерального Округа Вы сейчас Назвали Ивановскую Область Там есть Самый Ниже Как бы Низ Мы из 18 Территорий На 8 месте То есть В 18 Территорий ЦФО В середине Вот этого списка И мы Отслеживаем Мониторим Ситуацию По заработной Плате Ежемесячно И Министерство Образования И профсоюз Я бы хотела Сказать Что Нашей Тверской Области Держать Среднюю По экономике Региона Достаточно Сложно Потому что Мы Дотационный Район И в среднем Указы президента От 18 Года О доведении Заработной Платы До средней По экономике Региона У нас Выполняются Но Какой ценой Должностной Клад учителя Сегодня равен Стыдно сказать 8969 рублей Воспитателя 8462 рубля Для того Чтобы учитель Заработал Вот эти 32 тысячи Которые Вышли На выходе Получает Ему приходится Работать С большой Нагрузкой Даже Среди Учителей Есть такой Анекдот На полторы Ставки Человек Когда работает Семью Кормить Нечем А на 3 ставки Самому Есть уже Некогда Поэтому В среднем 2,2,3 Ставки Это вот Нагрузка Учителя Но Самое Обидное Для нашей Тверской Области И об этом Знает и наш Губернатор И пытается Найти выход Из положения Это Территории Которые Близки К столице Конаковский Район Кимрский Да очень много У нас районов Граничит С Московской Области Конкурировать Очень сложно Из Конакова Отъезжаешь 7 километров От района И заработная Плата Резко У учителя Становится В 2,5 раза Выше Чем в Конаковском Районе Поэтому Конечно И проблема Нехватки Кадров И Нахождение Каких-то Других Механизмов Чтобы Привлечь Людей В школы Это Такая Острая Проблема Которую Необходимо Решать Вот Один из Очень хороших Районов Ржевский На начало Учебного Года Не хватало 25 Учителей Предметников Вот К нам Приходит Профсоюз С предложением А вот Давайте Мы В Тверской Области Вернем Систему Обязательного Распределения После окончания Вуза Давайте Вернем Систему Предоставления Ведомственного Жилья Чтобы Учитель Отработав 5 лет Потом Получал Это жилье В собственность Да мы В общем-то Рады Если так Будет И я думаю Что Это тема И общественной Палаты Тверской Области И нашего Правительства Тверской Области Вот А вообще Я бы хотела Вот эту Тему Затронуть В систему Образования У нас в области Вовлечено Вот как вы думаете Сколько 221 тысяча Это только Обучающиеся Педагогических кадров 19 тысяч 485 человек В том числе В школах 11 тысяч Работают В дошкольных Учреждениях 6 тысяч 405 В дополнительном Образовании 1750 человек Мы очень рады И приветствуем Когда в школу Приходят Молодежь Идет молодежь Но при такой Заработной плате Даже при том Что у нас Введена Региональная Надбавка В размере 50% К должностному Окладу Вот в этом году 2021 Пришло всего 113 Молодых Специалистов 87 Трудоустроились В городе 26 Трудоустроились В сельской Местности Плюс 11 человек Пришли на работу В Тверскую область Как в прошлом году В 20 11 человек Так и в этом По государственной Программе Земский Учитель Вот при том Что оклад Низкий Человек Работает В среднем На 2 ставки Получает Еще доплату За классное Руководство Если ведешь Один Класс 5 тысяч Но у нас Есть люди Которые ведут Классное Руководство В двух Классах Получают 10 тысяч Вот на выходе Мы получаем Среднюю По экономике Региона Когда обсуждаются Механизмы Зарплаты Труда Есть разные Предложения Некоторые говорят Что нужен Чтобы должностной Оклад был Хотя бы На уровне Минимального Размера Оплаты Труда На выходе Может быть Тоже получалось 32 тысячи Средней По экономике Региона Но зато Это гарантированная Часть оплаты Труда И она была бы Люди бы работали Чуть С меньшей Нагрузкой Чем Вот Работают Сейчас Есть предложение Чтобы должностной Оклад Был равен На уровне 70 процентов От Средней Оплаты Труда По области Вот если 31 тысяча Средняя Заработная Плата По области То есть Должностной Оклад Должен быть Равен Более 20 тысяч Но эти Все вопросы Находятся В стадии Обсуждения Татьяна Николаевна Не могу Не задать Вот такой вопрос А сколько Стоит Для учителя Проверка Тетрадей Ой Это вообще Очень смешная История В структуре Заработной Платы Значит Оклад Компенсационный Стимулирующий Выплат Так вот За проверку Тетрадей 12 процентов То есть Если Оклад 8 960 рублей 12 процентов Это в месяц Учитель получает Всего 1000 рублей За проверку Тетрадей И это Большая проблема Для учителей Начальных классов Для филологов Математиков Потому что Проверочных работ Очень много Вот Так от нашей темы Про заработную плату По поручению президента Минтруд и Минфин Должны были Еще до 20 апреля Внести предложение По повышению Оплат труда Работников Бюджетной сферы И при обсуждении Встал вопрос Что Должностные оклады Могут повыситься На 10 процентов Наш профсоюз Это категорически Не устроил Мы требуем Серьезного Глобального Повышения Ставка Окладов Заработной платы И поэтому Сейчас Избрано 5 пилотных регионов Где будет проходить Апробация Реформы Системы образования Вот Наши соседи Ярославльская область Белогородская Нижегородская Мордовия Сахалин Вот С Следующего С 22 Года На этих Территориях Будет проходить Апробация Реформы Системы оплаты Труда И поэтому Должны быть По результатам Вот Этой работы Разработана Идеальная Система Оплаты Труда Которую Мы возьмем На вооружение А все остальное Что сверх Федеральных гарантий Регионы Могут Вводить Своё Но вот Эти минимальные Стандарты Должны быть Обеспечены Обеспечены И перспективы Ваши задачи Перспективы Я бы хотела На перспективах Остановиться Во-первых В этом году Выпускница Московской гимназии Екатерина Гришина Которая сдала Четыре экзамена Все на Сто баллов Обратила К президенту Российской Федерации Поблагодарить Всех учителей За Вот такой Самоотверженный Труд И объявить Следующий год Годом учителя Президент Дал обещание Не 22 А 23 Год будет объявлен Россия Годом учителя К этому времени Будут все Нормативные документы По оплате труда В том числе Уже Срединых соответствий Да И почему 23 Год Потому что В 23 Году Исполняется 200 лет Со дня рождения Ушинского Значит Основ Положника Педагогики Поэтому Мы надеемся Что к 23 Году Будем жить В общем-то Хорошо и счастливо Достойно А вот по результатам Госсовета Который состоялся 25 Августа Только 24 Сентября Президент Принял решение Там есть очень много Новшеств Во-первых Будет из закона Об образовании Исключена строка Что образование Это образовательная Услуга Образование Это не услуга И учителя Этого добивались Давным-давно Будет уменьшено Количество проверочных Работ в школах Будет уменьшена Отчетность учителей То есть мы ожидаем Что правительство Примет серьезные документы Для приведения В соответствие Положения в образовании И для повышения Престижа И авторитета Для этого Конечно же Надо Чтобы острота Проблем Работников Была действительно Услышана И вот таким Рупором Остается И будет оставаться Как я надеюсь Все-таки Профсоюзная организация Которая эти проблемы Не только выносит На самый верх Но и планомерно Отслеживает И добивается Того Чтобы все-таки Ситуация Менялась Мы будем все Свидетелями Подведения Итогов Конкурса Учитель года Который будет По центральному телевидению И президент Опять же заявил Что со следующего года Сам конкурс Будет проходить В другой форме Чтобы все видели И показательные уроки Учителей Значит Что-то там будет Как в Форде Боярд Это его предложение Так что ожидали Будем смотреть Что будет В Форде Боярд А нам хотелось бы Чтобы все-таки Люди труда Жили действительно Более достойно Чтобы их права И социальные гарантии Были не только защищены Но и неуязвимы Мы понимаем Что действительно Педагог Это очень уважаемая профессия Но сейчас мы Перейдем Наверное Все-таки К людям Не менее Нужным И важным В нашем обществе К людям Которые Выращивают хлеб Которые Кормят Население И Вот именно Председатель Профсоюза Работников Аграрно-промышленного Комплекса Галина Ерофеевна Пожалуйста Вы расскажите Как обстоят дела Сейчас В отраслевом Профсоюзе Какие в целом Задачи Сегодня стоят Какие перспективы Намечены И какими Результатами Можно похвастаться Спасибо Уважаемые телезрители Президент Областной Организации Профсоюза Поддержал Решение Вышестоящих Органов О проведении Акции Профсоюза В рамках Всемирного Дня Действия За достойный труд Мы также Дополнительно Приняли Лозунги Живет село Живет город Увеличить Государственную Поддержку Отечественному Сельхозтоваропроизводителю Последнее время Мы не выходим На уличные акции А особое внимание Уделяем развитию И совершенствованию Социального диалога И взаимодействия С работодателями С органами власти И местного Самоуправления В рамках Акции Проходят Собрания В трудовых Коллективах Областная Организация Профсоюза В постоянном Взаимодействии Работает С Министерством Сельского Хозяйства Тверской области Непосредственно С Министром Сельского Хозяйства Тверской области Государственной Инспекцией Труда Фондом Социального Страхования Российской Федерации Председатель Областной Организации Является Членом Различных Комиссий При Министерстве Сельского Хозяйства Общественном Совете И принимает Активное Участие В работе Этих Общественных Формирований Принимало Участие В заседании Постоянного Комитета Законателем Собрания Тверской Области По аграрной Политике И природопользованию Неоднократно Вносило Предложение По улучшению Ситуации В сельском Хозяйстве На уровне Нашей Области Действовало Соглашение По агропромышленному Комплексу Между Министерством Сельского Хозяйства Тверской Области Тверской Областной Организацией Профсоюза Работников По решению Жизневажных Проблем Работников Отрасли Объединить Совместные Усилия На улучшение Социально-экономического Положения В отрасли Однако В связи С ликвидацией Агропромсоюза Стороны Работодателя На 2020-2021 Год Соглашение Не заключено Но над этим Вопросом Областная Организация Продолжает Работать Но У нас Заключено Соглашение На федеральном Уровне По агропромышленному Комплексу На 2021-2023 годы Оно тоже Распространяется На все Наши Регионы И на нашу В частности При настойчивой Позиции Областной Организации Профсоюза Возобновлено И действует Областное Соревнование Организаций И отдельных Категорий Работников Агропромышленного Комплекса Тверской области Нами внесено И Дополнение В порядок Проведения Областного Соревнования Это соблюдение Требований Охраны Труда Которое Было Учтено Важным Направлением Деятельности Нашей Организации Были и остаются Вопросы Связанные С социально-экономической Ситуацией В агропромышленном Комплексе Агропромышленный Комплекс Был и остается Для Верхневолжья Базовым сектором Экономики С хорошим Потенциалом Развития Руководством Региона Прилагаются Усилия Для создания Оптимальных Условий Для развития Сельского Хозяйства И его Финансирования Наращивается Система Мер поддержки Сельхозтоваропроизводителей Отрасль Стала Более Привлекательной Для инвесторов В области Воплощаются Около 20 Инвестпроектов В аграрном Секторе В условиях Проходящих Кризисных Явлений Бюджет Сыграл Заметную Роль В решении Возникших Острых Экономических Проблем Включая Производственные Возбеспечение Стабильной Социальной Сферы Снижение Напряженности На рынке Труда Усиление Направлений Дальнейшего Движения Агропромышленного Комплекса Вперед Сохранены Основные Направления Поддержки АПК С момента Реализации С 2004 Года Закона О государственной Поддержке Кадрового Потенциала Сельхозорганизаций И Крестьянской Фермерской Хозяйств Сельской Области Который Был принят Не без участия Областной Организации Профсоюза Трудоустроено Более Тысячи Молодых Специалистов И вот Татьяна Николаевна Сказала О том Что и Педагоги Неохотно Едут На село Поскольку Сегодня Заработная Плата Низкая И По большому Счету Нет инфраструктуры В большинстве Районов Области Области У нас На село В этом году Планируется Тоже имеются Доплаты Планируется Приступить К работе Более 25 Человек Выпускников Высшего Учебного Заведения Заработная Плата Работников Сельского Хозяйства Остается Низкой И составляет 68% От среднемесячной Заработной Платы В целом По региону В областной И районных Комитетах Сложилась Определенная Система По контролю За оплатой Труда Ежемесячно Анализируется Положение В отрасли С выплатой Заработной Платы Проводится Мониторинг Заработной Платы Работников Отрасли Предстоящих Изменений Условий Труда В связи С ликвидацией Организации С сокращением Численности Но до сих Пор не установлен Ценовой Диспаритет На промышленную И сельскохозяйственную Продукцию Цены На материальные Ресурсы И использование В сельскохозяйственном Производстве На энергоносители ГСМ И минеральные Удобрения Растут куда быстрее Чем цены На сельхозпродукции Естественно Возникает вопрос Каковы же действия Нашей Процессорюзной Организации Его президиум По реализации Главной функции Защиты Социально-экономических Интересов Наших работников Обстановка Сложившая В отрасли Обязывала Областную Организацию Более оперативно Вмешиваться В происходящие Процессы Искать формы И методы По усилению Воздействия На властные Структуры В интересах Систематически Обсуждался На пренумах Вопрос Тактики Наших действий Определялись Основные пути Направления Профсоюзных Организаций Направлялись Обращения Правительству Российской Федерации Губернатора Области Законательному Собранию По принятию Конкретных Мер По оказанию Всесторонней Поддержки Развития Агропромышленного Комплекса В ноябре 2018 года При рассмотрении Вопроса Внесения Изменений Закон Тверской области О кадровой Поддержки Председатель Областной Организации Внесла Предложение Об исключительных Случаях При назначении Надбавки К пенсиям Работающим Руководителям Сельхозпредприятий Почему мы Поставили этот вопрос Потому У нас не так много Таких руководителей Осталось Которые Не имея Ордена Или медали Российской Федерации А стаж Работы В агропромышленном Комплексе Очень большой Но к сожалению Не имеют Возможности Иметь Такую Надбавку Ежегодно Областная Организация Принимала Меры Подставив Интересов При формировании Утверждения Бюджета Областного А также Его исполнения Для улучшения Ситуации В отрасли Считаю Необходимым Чтобы на федеральном Уровне Повысить Систему Морального И материального Стимулирования Специалистов Работающих В сельском Хозяйстве В нашем регионе Правительство Области Этому Всячески Способствует Установление Жесткого Государственного Контроля Над закупочными И розничными Ценами На основные Продукты Питания Сформировать Государственный Заказ Что позволило бы Поддержать Российских Крестьян Необходимо Ускорить Принятие Индикативных Цен На основные Социально Значимые Продукты Питания Это особенно Важно В настоящее Время Когда цены На продукты Растут В торговых Сетях Чуть ли не Каждый День Хочу Отметить Это прежде всего Увеличение Средств В поддержку Отрасли Установление Надбавки К пенсионерам Проработавшим В сельском Хозяйстве Более 30 лет И проживающим В сельской Местности В настоящее Время Такую надбавку Получают В нашей Только области Более 9 тысяч Человек Областная Организация Придобился Установлен День Ветеринарного Работника Он буквально Девятый год Девять лет Исполнен С 31 августа Как отмечается Этот день Работника Ветеринарной Службы Сегодня тоже Можно говорить О заработной Плате Ветеринарных Работников Она не так Высокая И сегодня Наш профсоюз Добивается Чтобы хотя бы Должностной Оклад В средней Заработной Плате Работника Составлял 70% Сегодня К сожалению У нас 50% И буквально Недавно Введены Рекомендации Мы направляли Предложения Которые Включены О чем я сказала В завершение Хотелось бы Поздравить Работников Агропромышленного Комплекса С наступающим Праздником 10 октября Мы будем Отмечать Наш праздник Уже Более Почти 60 лет Наш праздник Отмечается Очень важно Очень важно Ну а теперь У нас вот еще 4 минуты Остается на то Чтобы все-таки Профсоюз Госучреждений Успел Обозначить У нас сейчас Самый молодой Здесь председатель Профсоюзного движения Всего несколько Месяцев Пожалуйста Елена Петровна Очень четко У вас вот 4 минуты Я знаю что вам Есть что доложить Добрый день Уважаемые телезрители Мне хотелось бы Напомнить Что в трудовом Кодексе Сказано Что защита Трудовых прав Работников Это система Законодательных И судебных Средств защиты Административно Организационные Меры контроля И надзора За соблюдением Трудового законодательства Помощь Со стороны Профсоюзов И самозащита Поэтому Профсоюзы Работу В своей работе Руководствуются Правилом 4-х З Зарплата Занятость Защита И здоровье Мы также Поддерживаем Акцию Профсоюзом Мы даже Придумали Составили свой Такой вот Плакатик Который В первичных Профсоюзных Организациях Развесили И призываем Всех Принять участие 7 октября В нашей акции Наш профсоюз Сложный В связи с тем Что он является Многоотраслевым Он включает Работников Государственных И муниципальных Органов Власти Силовых Структур Учреждений Социального Обслуживания И так далее В нашем Профсоюзе Работает Организация В аппарате Президента Российской Федерации Которая Почти Что стопроцентное Членство Имеет Здесь И генеральная Прокуратура И следственный Комитет Центральный Банк И так далее Перечислять Можно Очень и очень Долго Кстати Хочу Напомнить Еще и о том Что Люди Уходящие На пенсию Не обязательно Должны выходить Из профсоюза Они могут Оставаться В своих Первичных Профсоюзных Организациях Для этого Только Необходимо Оставить Письменное Заявление И Оставаться В профсоюзе И так же Активно Отстаивать Свои Права В том числе Права Пенсионеров Не надо И про них Забывать Тоже Можно Говорить О том Что Несмотря На принадлежность Таким Важным Органам Власти И Других Серьезных Учреждений Заработные Платы Не так уж Высоке Особенно В учреждениях Которые Находятся Вот Под Этими Ведомствами Это 15-20 тысяч В связи С этим Большая Проблема В Притоке Молодых Специалистов Так что У нас Проблем В профсоюзе Тоже Хватает Я Всего Пять месяцев Руковожу Профсоюзом За это Время Центральный Комитет Нашего Профсоюза Посылал Меня На Различные Семинары Где я Обмениваюсь Опытом И учусь У других Председателей Профсоюзных Организаций Это и Московская И Санкт-Петербургская Межрегиональная Организация И многие Многие Другие Мне Очень Хочется Чтобы Наша Тверская Организация Заняла Прочное Место Среди Лучших Первичных Профсоюзных Организаций Конечно Надо Опять же Сказать Что Профсоюз Такой Как И мы Ведь Не зря В народе Говорят Что Подлежащий Камень Вода Не течет Поэтому Нельзя Уповать Только На Руководителей Своих Профсоюзов Надо И самим Занимать Активную Позицию Высказывать Мнение Свое И В связи С этим Тогда Мы будем Знать Проблемы Какие Возникают В первичках И Соответственно Принимать Какие-то Меры И Принимать Усилия Применять Какие-то Усилия Для того Чтобы Эти Проблемы Решить Надо Сказать Что Профсоюз Уже Сейчас Может Многое Человеку Дать Профсоюзные Активисты Всегда На виду И В связи С этим Руководители Обращают На них Внимание И Это Способствует Их Карьерному Росту У нас Здесь Может Быть Бесплатная Оказанная Юридическая Помощь Членам Профсоюза Возможность Оздоровления Это Тоже Очень Важно Не зря У нас Здоровье Одно Из 374 Здравницы Предоставляют Свои Услуги По оздоровлению Для членов Профсоюза И членов Их семей С 20% Скидкой Татьяна Николаевна Пожалуйста Простите Я знаю Что у вас Есть Очень Важное Поздравление К Учителям Сегодня Международный День Учителя Дорогие Учителя Вы Посвятили Свою Жизнь Обучению Воспитанию Преподаванию А нам С вами Посвятили Этот праздник Вот я хочу Чтобы вы знали Что профсоюз Всегда будет Работать На ваше благо Чтобы вы Чувствовали Нас Нашу поддержку И чтобы Ваша жизнь Была более комфортная Я хочу Ознакомить вас С поздравлением От Галины Ивановны Меркуловой Председателя Отраслевого Профсоюза Образования Она поздравляет Нас Международным Днем Учителя Этот праздник Дорог нам Всем Поскольку Каждый из нас Когда-то Был учеником У каждого Были любимые Учителя Которые учили Не только писать Читать И считать Но и давали Первые уроки Духовности Нравственности Учили добру И справедливости Именно учитель Всегда считался Носителем культуры А школа Очагом просвещения Хочется сказать Вам большое Спасибо И самые добрые Слова благодарности За ваш Нелегкий Ответственный Но столь почетный И уважаемый труд Учитель Это не столько Профессия Сколько призвание Особый дар И благодаря своему Педагогическому таланту Вы щедро передаете Детям знания А вместе с тем И частицу Вашей души Любви И терпения Вы воспитываете Формируете Будущее нашей страны Это большая ответственность Вы отдаете Много сил И времени Не только Процессу обучения И воспитания Но и постоянно Совершенствуете Свой профессиональный уровень Желаю вам Плодотворной работы Во имя Просвещения Желаю здоровья Энергии Успехов Профессиональной деятельности И уверенности В завтрашнем дне Пусть исполняются Ваши мечты Пусть радуют Радость и счастье Навсегда станут Вашими верными спутниками Вице-президент Европейского комитета Спасибо большое И теперь Раиса Федоровна Пожалуйста Лозунги Которые вы хотели Озвучить В преддверии дня Которые мы с вами Сегодня объявили 7 октября Именно такой день Выслушав Председателей Отрасливых профсоюзов Сегодня жители области В рамках вот этой акции Услышали подробные Задачи Проблемы Которые Сводятся к тому В рамках Всемирного дня Действий за достоинство Стойный труд В тех Лозунгах Которые Коротко Можно сформулировать По трем Группам Это Создание И сохранение Рабочих мест Задачи правительства Этого требует Профсоюз Далее Развитие Отечественной промышленности Поддержку Государства Далее Справедливая экономика Защита от бедности И безработицы Слова говорят Сами за себя Далее Индексация Заработной платы Обязанность Работодателя Здесь же по Заработной плате Заработной плате Рост выше инфляции Далее Требуем Индексации пенсии Работающим Пенсионерам Мы не забыли Про это Одни Профсоюзы Акции Протестов Выражали Повышение Повышение Пенсионного Возраста И последнее Здоровые Безопасные условия Труда Спасают жизни Лозунг И ему Вторит Охрана труда Под жесткий контроль Государства И профсоюзов Вот Свои права Соконным Способом Итак Это была Программа Тема Дня И с вами я Сергей Рогозин До новых встреч Субтитры создавал DimaTorzok